На определенные реальные источники и доказывают реально, что он не прав, у шизоида истерика. И уже с пеной его рта, уже не имеет значения, кто прав или виноват, главное, я прав. И там логика такая, я прав, потому что я прав. Реально так. Я неоднократно видел, что шизоиды попадают на данную ловушку. Это те шизоиды, которые у меня ЗКР. Это шизоиды под УКР, их реально убедить. Без УКР у пены у рта, и я прав, потому что я прав, я лучше знаю, это фигня. Какие-то вопросы по этому поводу. А как Алина ответила, когда поняла, что не прав? Ну тяжко ей было после этого. Я тебе так скажу, что была очень ясная динамика у нее специфичная. После данного спора, там пошли интересные изменения. У него поднялся очень много гнева, очень много гнева, неописуемого. И через где-то неделю после этого ее сбивают велосипедист, ломают ей ключицу. Ключица болит у нее до сих пор. А вот в агрессии я не описываю. Там нужны его динамики личности. То, что ее бросил отец за неделю до этого. Отец повторно еще раз ее бросил. Она его нашла. А потом он ее написал, что я не буду с тобой общаться. То есть у меня перенос на меня, на отца. Эмоции пошли. Там много факторов интересных. Но гнев, 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 гнева было много. Хорошо, такой вопрос. Опять-таки сталкиваясь с шизольным аспектом. Если они начинают что-то доказывать, но если это, допустим, можно каким-то образом применить к жизни, например, какой-то поступок, либо какой-то... Просто можно ли справиться с ними тем, что дать им это сделать, пусть они убедятся, потому что они неправы, но и потом уже как бы... Или они, в принципе, не признают, что они тогда были неправы. Нет, 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 они не признают, что они неправы. Какая-то часть их будет, я все равно умнее, я все равно права. Ну хорошо, но ты же делал или ты сделала так, как ты хотела? Вот, пожалуйста, смотри на результат. По моим наблюдениям, вот ощущение того, что он прав, а я неправ, ну почти нереально вы видите стиху. Реально. Крепкие, как кремень, ребят. Крепкие, как кремень. Ты им дашь, куча ссылок, статьи, чего-то еще. Все равно прав. Просто некоторые эти вещи прикрывают и не буяли. Молчи, ну ладно, помолчи. А другие буяли. Особенно это ярко заметно, я замечаю среди именно студентов шизоидных сильных. Количество информации и знаний, которые знаю я по отношению к человеку, который должен быть последним студентом моим, там может быть, ну очень сильно, очень заточающиеся. Очень сильно. Но тем не менее, студент, прочитавший статью в Википедии шизоидных, будет мне искренне с пеной рта доказывать, что я неправ. Такие, или именно шизоид. Я читал в Википедии шоу. И аргументы, типа, у меня там практика, я там как бы этим занимаюсь. Да, да. Чаще всего, что я этим занимаюсь более 15 лет и вычитал сотни-сотни книг, имеющие отношение к данной теме, они почему-то не включают у человека. Я читал статью в Википедии, да. Именно вот я читал, и это там четко описано. И только когда ты разложишь по логике, по системе убеждений, к силогизмам Аристотеля вернешься, я делал такие вещи, брал шизоидную личность, раскладывал по силогизму Аристотеля, пункт пункту, почему он не прав. И в конце концов у него вот тут, и надо было бы, все-все доказано вроде, стрёмно. Потому что идея, идея нарциссичности, она поколеблена. Очень поколеблена. А откуда такая херня берется, я не сказал за словом. Откуда? Почему так было? Ну, за чего? Ваши версии. Мне кажется, что за нарциссизмом прячется комплексы полноценности, а не боятся. Прячется, естественно. И прячется определенное отношение к определенной родительской фигуре. Парки. Нет, к мать не лежает. Нет. Ключевая динамика, имеющая прямое отношение к шизоидности, это отношение ребенка с материнской фигурой. и формально нежелание ощущать, которое существует у шизоидной личности, это форма мести матери. Профиль шизоида это профиль мстительности. Он мстит. За что? За неприятие. У шизоидных личностей мать, либо просто материнская фигура в семье, она не эмоциональная, холодная, непринимающая. Рассмотрим примеры, то, что я упомянул, молодого человека, любителя дракона. Профиль полностью соответствует. Его мать родила его в юном возрасте и родив его для себя определила это как ошибку. И чтобы устраивать свою личную жизнь, отдала своего сына новорожденного на воспитание бабушки. Своей маме. Сама же наставила себе мужчину, вышла из него замуж и родила от него шесть детей. Там есть первый сын Дима, живущий с моей мамой, то есть бабушкой своей, который бог граждан. И я его особо все не попускал. Я же семья, у меня муж, у меня дети. Он будет мешать. Это Дима иногда, раз в мире, к ним приходит, она его кормит и он уходит бабушку. Он всю жизнь жил с ощущением я встречный для мамы, я неважный для мамы, я ошибка мамы. Он с бабушкой вместе, бабушка, бабушка, мама, вот так в стороночку, от меня, ты мешаешь созданию моей семьи. Извини, парень, но ты правитель. А может быть, если мама умерла в детстве или бросила? Нет, умерла нет, это не смеет. Ну, злиться на то, что она бросила. Нужное ощущение, что мама бросила, мама виновата. Шизоидные личности живут с искренним чувством, что мать бросила, мать бросила. Кстати говоря, недавняя находка моя, похоже, что эта динамика имеет прямое отношение и отличить как мужской фигуре. У меня было очень мало примеров девочек-шизоидов. Реально мало. Но у меня сейчас появляются новые интересные идеи о том, что для шизоидной девушки все-таки динамика будет обратной. То есть, динамика будет по поводу несочувствия к отцу. Минус дать подтверждений. Слишком мало примеров. Львиная часть шизоидов изучал, это мальчики. И у них всегда один паттерн. Я не могу сочувствовать матери, потому что она меня отторгла. То есть, это не желание причинить боль буквальную матери. Нет. Это желание подряд страницы. Будьте старальны. Я был нежеланным ребенком, мама мне не хотела, но не хотение матери диссоциирующее, это не желание убить. То есть, мать не хотела убить ребенка. Это не злость, мама. Это не буквальная злость. Это желание отстраниться, поставить барьер. Щит. Не чувствовать. Формально, то, что делает шизоид, это зеркало того, что делала мать с ним. Когда шизоид говорит миру нет, это мать говорила ему нет. Дистанция между ребенком и матерью, это дистанция между ребенком и миром потом. Мир, это шизоид, это мать, какие-то другие профили. Кстати говоря, она вперед избегает, диаметрально противоположная динамика эпилептоида. У шизоида слишком мало контакта с матерью, у эпилептоида слишком много контакта с матерью. Гипертрофированный контакт. Так много, что мать лезет через все, 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 все. Шизоида, мама нет, нет контакта. Такой вопрос. Если опять-таки, снова возвращаясь к теории большого взрыва, да, и детства Шелдона, там же мама к нему очень хорошо относится. Мама его уволит. Мама его больше, чем остальные дети, да? Да, она его добавила. Это ошибка. Ошибка сценария. Это раз. Но там наблюдайте, что Шелдон очень рано созрел. Да. Два. У него уровень интеллекта был очень высокий, с ян раннего ранних лет. Да? Да. А мать всегда у него была какая? Недалекая. Простенькая. Религиозная. Диаметральная противоположная. Если у вас очень высокий интеллект, вы не можете заочувствовать человеку, который обладает низким интеллектом. Мать-креационистка, религиозный человек, верящий в Бога, Шелдон диаметральной противоположности. Он считает вообще всех людей, которые говорят, Бога тупы. Правда. Это тупизм его понимание. Поэтому на поверхности мама-мамочка вроде бы как бы любит, но он не совсем мамочка, он бабочка. Ну, я же хотел вам только сказать, да, он бабулечка, которого пирожочком назвал. Бабулю он обожает. Да. Но это опять же динамика, о ребенок, получивший тепло и любовь в обилии от женской фигуры, в детстве, с крайне малой вероятностью будут проражизованные вещи. Много любви от женщины к ребенку. Это эпилептура дисформируется. Чем больше тепла и любви вливаете в ребенка, тем меньше вероятность того, что он будет ассоциированный. Нет. То есть ребенок будет отзеркаливать то, что вы вливаете в него. Все. Влия любовь, из него будет идти любовь. Влия диссоциация, из него будет диссоциация. Потому там ошибка имеет место. А мать, мать шизойной личности, она будет дистанцией. Те же самые вещи имеет отношение и к динамике аутистов. К примеру, такая динамика, что если ребенок достаточно начинает получать заботу от малейской фигуры, чаще аутизм гораздо быстрее корректируется. Но в глубине матери аутистов чаще всего хотят от детей отделаться. Вот так. На поверхности они пытаются искупать чувство вины. Что я озабочуще делаю, а в глубине им на детей наплевать. Когда объясняешь матери аутистов, что это ты сама задаешь симптомы ребенка, ты можешь прекратить. Очень часто они им даривают эти вещи. Пример одной матери ребенка аутиста. Девочка в 14 лет, находясь в религиозной общине Харе Кришна, залетают от взрослого мужчины Кришнаита возраста лет 35. И рожают от него ребенка. Ребенка начинает злиться, ребенок появляется аутистичный. Из-за этого она проклинает этого мужчину, проклинает общину Кришны, из-за чего считает, если вообще не Кришна, то дети должны быть здоровенькие. А ребеночек нездоровенький родился. Полная проекция, гнев на мужчину вот и особенность. Она пришла к очень интересным симптомам, таким вот, очень специфичным. И, вам покажите, не в чем-то смешном, а в чем-то отвратительном. Она мне постоянно выглядела, что она постоянно везде боится усраться. Грянчина, симпатичная, симпатичная, пышная брюнетка. Но когда она, знаете, говорит, в своей течении всей сестропии, я постоянно боюсь усраться, боюсь усраться, боюсь усраться, боюсь усраться, везде боюсь усраться. Вроде бы, девочка симпатичная, и потом я понимаю, что как-то мне ассоциации у меня... Она к дерьмам. В основном. Вот, вот, вот. Полная непривлекательность идет. Везде, где бы ни приходило, у нее навязчиво появится ощущение, что она боится усраться. Анализирую ее. Ей стыдно за ребенка. Она когда на улице гуляет, ребенок аутист, ведет себя не как другие, и ей стыдно от того, что ребенка себя ведет. Ей стыдно для матери аутистов, а не стыден за свои детей. Все? Очень часто. Ну, даже в некоторой степени, конечно же, с точки зрения социальности человека нормально, то есть, ты отличаешься, это не очень. Ну, то есть, не ты отличаешься, а ты отличаешься, не такой, как все. Но это же все-таки заложено. Она диссоциируется этим. Она, 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 она бы, по возможности, отделалась от него. Вот, именно желание отделаться от ребенка, это и динамика аутизма. Да, да, оно включено. Да, да, да. А мать без динамики аутистичной, она, невзирая на то, что ребенок плохой, в чем-то для нее, она будет все равно давать любовь. И, кстати говоря, есть примеры того, как, если ребенок аутист попадает в семью приемную, где его гиперлюбят, гиперпринимают, аутизм может оборачиваться очень интересными вещами. К примеру, сверхспособности. Да. А есть ряд аутистов, которые обнаружили в своем детстве потрясающие, уникальные способности, просто уникальные способности. С этим именом фамилии я не вспомню. К примеру, скажем, есть ребенок-аутист, который был рожден, он был рожден слепым, раз, немым, два, и у него были проблемы с аматорикой, три, и он был в детском доме, его взяла женщина из детского дома, вот, и формально это было почти растение. Она говорила, что она, он до 12 лет не ходил, он не умел говорить, и у него были большие проблемы в передвижении. Это было почти растение, которого кормили. но она к нему со всей любовью, как к своему ребенку. Получилась удивительная вещь, я чуть-чуть позже, на переменке, я найду его фамилию, покажу вам ролик небольшой. Когда ему было 12-13, его приемная мама купила, купила старая пиранино. Он слепой, немой, как-то обматорику развивать, старая пиранино, и начали бранчать на этом пиранино. Ну, понятно, научиться играть на пиранино слепому, немому, ребенку, понимаете? Идиотизм, кажется. Ну, не бранчать, неделю, две, месяц. Ушла как-то, но вечерком, а мамка приемная спать с папкой. И оставили своего сына, приемного аутиста, слепого, там просто бранчать на пиранино. И вдруг слышат, из той комнаты льется произведение, то ли Моцарта, то ли Шопена. Показалось им, что они телевизор забыли выключить. Она входит туда, наш слепой аутист играет произведение Моцарта с искусством тютелька в тютельку. Детально. Он один раз услышал данное произведение телевизору, и он его воспроизвел. Потом услышал еще одно произведение, и он воспроизвел. Потом еще одно произведение, и он произвел. И какое-то время наш аутист, дегенерант, он не просто заиграл, он запел. Он начал петь качественно 12-13 лет, причем мощно, так, как будто он пел всю жизнь. Ему достаточно было слушать одно произведение любой сложности, и он воспроизводил детализацию. Потом стал очень известным, много выступал, умер, по-моему, от 3-го сердечного пристава, от инструкторов, где он выступал, как он говорит. После этого он стал очень известным, и на разное предъявление любого инструментального произведения, он мгновенно его копил. Его никто не учил играть на пирамиде. Он обладал самыми пиковыми уровнями особенностей. Вот и решил. Самыми пиковыми. Вау. Вау. И таких детей аутистов достаточно, чтобы вы понимали. они не одними. Есть гении запоминания. Обычно таких детей называют саванты. Саванты. Дети саванты. Сам термин, я не помню автора, идиот савант, ученый-идиот, было обнаружено, что дети аутисты при формальной, почти полной дегенерации, иногда у них спонтанно выскакивают просто феноменальные способности. В других аспектах жизни ты вообще ничто, ничего не умеешь, но ты потрясающий. один ребенок, родившийся в 1954 году по имени Ким Пик, был рожден с громадной черепной грыжей размером внутренний мячик. У него было дегенеративное тело, и у него вообще, по комментариям медиков, отсутствовало мозолистая тетя, тело в мозге, были два полушария, а мозолистого тела не было. Врачи сказали, что он никогда не научится ни читать, ни писать, ни ходить. То есть, будет дурачком за конец. Динамит, диагноз, его мозг, его состояние, его состояние тела, было все угрозное, что это растение почти. Отец начал его по чуть-чуть обучать, отец обучать. Так вот, у нашего Кимия Пика обнаружились фантастические способности, уникальные способности. Если предыдущий наш аутист Сават мог услышать одно музыкальное произведение и воспроизвести, а наш Ким Пик обладал способностей единового прочитывания текста, чтобы его запомнить. он быстро, мгновенно прочитал любую книгу, у него почти фотографическая память. И способен помнить 98-99% информации. За свои около, более 54 года жизни, он помнит, 24 года, в конце жизни он помнил 12 тысяч книг на память. Он как компьютер мог воспроизвести 12 тысяч книг. Он знал все дороги, все названия всех городов Америки. Ему нужно было сказать любую точку Америки, потом другую точку Америки, и он детализированно мог объяснить. В той же навигатор например, он помнил все даты, все цифры, всех выигрышей, проигрышей, всех команд, он читал статистику математическую и он запоминал. И любую цифру, любую последовательность можно произвести. По его личности в свое время был создан фильм, думаю, который некоторые из вас смотрели, посмотрите, «Человек дождя». Человек дождя. Фильм был создан именно по образу кинематика. Он был прообразом. Дастин Хоффман, который снял фильм, получивший за него Оскара, отдал статуэтку Пику. А можно рассказать, у меня есть знакомый... отцом от? Ученик. Нет, он вообще малетый был. Так. И вот то, что вы рассказывали, все это есть. Мама действительно принимает его с отцом, прям такой же ребенок. Ну, не такой же, конечно, они понимают, что есть отличия, но полное принятие. И он может один раз увидеть на доме, например, номер телефона, и через месяц она вспомнила, говорит, «Да вот мы проезжали, он вспомнил номер телефона, он знал, он в садик ходит, он коррекционный, и у них там, естественно, есть представление, выступление, он весь, все роли всех знал, наизусть вот так мог выглядеть. А, еще, что удивительно, ему называют дату рождения, и он может сказать, какой день недели». «Да, это тоже особенность аутистов, да, многих савантов, это способность вычисления. Его называют произвольный год, произвольный месяц, какой день недели. Да, вообще так. «У меня папа так умеет». «Папа так умеет». «Да, папа так умеет». «Да». «Иногда, иногда эта способность единичная, а иногда у аутиста может быть таких низких способностей быть. Причем порой способности там очень странные. К примеру, скажем, Есть женщина с тремя способностями, она может воспроизвести звук, музыку, любую, произвольную, запоминать. И третья способность – эхолокация. Девочка, девочка-аутистка, полностью слепая, но когда она ходит, она никогда не сталкивается с предметами. Знаете почему? Когда она ходит, двигается, она ей дает щелкающие звуки. Она, как летучая мышь, чувствует предмет рядом. Да, 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 да. Эхолокация. Как? Ну, такие вещи сейчас. Ей не нужно видеть, предмет. Она чувствует себя. Ну, типа те зоны мозга, которые из-за зрения переключились на отзеркаливание, да? Да, волны. Да, да, да. Вот такие штуки. Иногда такие способности возникают спонтанно при аутизме, иногда такие способности, правда, возникают из-за травм мозга. Вот, потому что синдром саванта может возникать и у аутистов, раз, и возникать у людей с щелепно-мозговыми травмами, два. Когда мозг начинает спонтанно обрабатывать информацию всем по-новому. То есть, и прецедент, и того-то мужчину сильно ударило по голове, был в коме, считали, что он останется дурачком. Но после этого у него неожиданно обрабатывать способность. Он смотрит телепередачу, весь животное показывает телепередачу, он берет пластилин, глину и мгновенно металлизировано пальцами, как компьютером, создает правильные пропорции. То есть, в мозге появляется мгновенная модель самого существа, и буквально в течение минуты он формирует правильную модель, как компьютер, 3D-принтер. Да, да, человек 3D-принтер, да. В мозге не делает никаких замеров, никаких деталей, руки сами очень быстро вырезают правильную фигуру, без каких-то замеров. В мозге появляется трехфиломерная модель. И более того, не просто в мозге появляется, а руки мгновенно, по данной трехфиломерной модели, делают правильные движения. Да, человек делает движение. Да, человек делает движение. Это просто травма мозга. Удивительные вещи. Спонтанная травма мозга активизирует какие-то другие участки мозга, и там просто фантастические вещи будут происходить. Окей, делаем паузу за 10 минут, я покажу.